Древняя Армения Чешская газета с лозунгом В первом же предложении публикации отмечается, что нигде не опубликовано о том, что в средневековой столице Армении Аны в XI веке жило около 100 тысяч человек. Наследие армянского народа на этой территории сегодня забыто и находится под угрозой исчезновения. Историк также сказал о Хацконском монастырском комплексе, состоящего из пяти церквей, из которых всего одна церковь Святого Саркиса сохранилась целой. От этого красивого церковного комплекса после взрыва 1962 года сегодня остались одни развалины. Историк считает, что Армения была перекрестком культур, а когда встал вопрос о национальном самоопределении, все разрушилось. По мнению Ивана Фиолети, западная Армения была удивительным и прекрасным местом, где встретились мировые культуры. А сейчас там железный занавес. В Ахалкиалаке и селах будут добавлены лампы внешнего освещения. В деревнях будет добавлено 569, а в городе 169 электрических столбов. Муниципалитет Ахалкиалака подписал договор о том, что компания должна обеспечить увеличение электрического освещения внешнего освещения улиц и села Ахалкиалака. Расстояние внешнего освещения должно составлять 30-35 метров, но при необходимости оно также может достигать и 40 метров. Электростанции внешнего освещения будут добавлены в 59 селах, за исключением сел Корх, Вачиан, Корцах, Сулда и Базали. По результатам исследования Оксфордского университета, больше всего ложных новостей публикуются турецкой прессой. 49% респондентов в Турции отметили, что встречали в турецкой прессе абсолютно беспочвенные новости, особенно по политическим и коммерческим темам. По итогам Оксфордского исследования, проводимого в 37 государствах, в Турции были зафиксированы наихудшие результаты. В отчете в разделе, посвященном Турции, было записано, что еще в прошлом году ситуация со свободой прессы в Турции ухудшилась. Это в основном связано с насилием в отношении журналистов, интернет-публикаций, нахождением под контролем Высшего совета по радио и телевидению. На свободу СМИ отрицательно повлияло также продажа крупнейших медиаорганизаций в Турции Dogan Holding, проправительственную Demorien Holding. Сирийская армия восстановила контроль над 11 поселениями на юге провинции Дамаск, сообщает Сирийское национальное агентство САНА, со ссылкой на военный источник. Освобожденные деревни находятся ближе к административной границе провинции Аст-Сувейда, где ранее террористы впервые за три года обстреляли из минометов одноименный административный центр. Источник отмечает, что президент Сирии Башар Аль-Асад ранее в интервью одному из иранских телеканалов объявил, что пока каких-либо решений по поводу южной части Сирии не принято. Премьер-министр Ирака Хайдар Аль-Абади объявил о том, что на севере страны действия турецких ВВС не согласовывались и не координировались с ними. Абади призвал Турции уважать территориальную целостность Ирака. Премьер-министр Ирака также отметил, что они будут бороться против группировки рабочей партии Курдистана, предотвращая любую деятельность иностранной вооруженной силы. Мы не позволим РПК расшириться на территории нашей страны, так как это совершенно чужая сила. Но в одно и то же время Турция должна уважать территориальную целостность и суверенитет Ирака, сказал Абади. В Европейском парламенте под руководством депутатов фракции Социал-демократического союза Джозефа Варденхозли будет создан Европейский парламент группы бдительности оливитов. В заявлении, опубликованном Союзом конфедерации оливитов в Европе, говорится, что с 25 по 28 июня 2018 года в столице Бельгии и Брюсселе, в здании парламента, состоятся разные симпозиумы, в течение которых будет представлена культура оливитов, их универсальные ценности, различные фотографии, изображающие свободу людей. Во время мероприятия будет объявлено, что создастся Европейский парламент, группа дружбы оливитов. Члены Союза конфедерации оливитов в Европе поблагодарили депутатов Социал-демократической группы. Создание группы дружбы оливитов в Европе является достижением Союза конфедерации. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Сарарихов и Мернем» в исполнении Лены Чамамян. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!